Приветствую всех еще раз. Сегодня у нас открытая встреча, которая происходит в таком непривычном для нас формате дискуссионном. Мы сегодня приглашаем реальных руководителей поделиться своим опытом внедрения модели 4.16 в построении команд, в делегировании, в распределении обязанностей, в управлении командами. Сегодня у нас будет три приглашенных руководителя и, собственно, Павел Ковалевский, эксперт по модели 4.16, который с нами поделится важной информацией о том, как применять модель 4.16 в управлении командами. Пока люди еще подтягиваются, давайте поговорим о регламент нашей встречи. Мы приветствуем включенную камеру, приятнее всегда общаться с людьми, которых видно. Если вы хотите задать вопрос, вы можете нажать «Поднять руку» и вам будет предоставлено слово. Также у нас будет блок ответов и вопросов. Вы можете ваши вопросы накопить к концу нашего вебинара и задать их в конце. По времени встречи мы ориентируемся примерно на час, может быть, час двадцать. Посмотрим, как у нас пойдет беседа. Ну что, на этом, наверное, давайте начинать. Павел, приветствую вас. Давайте проверим микрофон, как вас слышно. Прием, прием. Да, слышу вас хорошо. Как ваше настроение, как ваши дела? Расскажите, где вы сейчас? Вы меня спрашиваете, да? Да, расскажите нам. А я сейчас в солнечной Грузии, в Тбилиси. Вот смотрю на вас и одновременно вот смотрю на горы с высоты 22 этажа. Прекрасно. Прекрасное настроение, у нас хорошая погода, где-то 20, чуть меньше, наверное, солнечно, свежо, весна, прям много сил для работы, много сил для передачи знаний, для деятельности. Поэтому атмосфера располагает, все хорошо. Прекрасно. Я вижу, что много людей уже подключились, кто-то еще идет. Я думаю, давайте не будем ждать, начнем. Расскажите нам про принципы управления командами и делегирования через модель 4.16. Может быть, какие-то ключевые мысли. Будем рады вас послушать. Окей, хорошо. Так, я тут только у себя на экране появился, либо у всех остальных тоже? Я вас закрепил, да, на главный экран. А, хорошо. У всех тоже, ну, прекрасно. Когда я записывал приглашение на вебинар, я сформулировал такую мысль о том, что человеком на самом деле управляет его подсознание. У человека есть сознание, и у человека есть подсознание. И подсознание – то, что находится под сознанием. А сознание – это то, что он осознает. Ну, к примеру, жена говорит мужу, ты меня не любишь. Я сомневаюсь в наших отношениях. А подсознание, но она не понимает, что, к примеру, она так говорит, потому что у нее просто плохое настроение. Или просто потому, что денег не хватает. Но она формулирует этот подсознательный импульс определенным образом, и она это осознает. А реальную причину она не осознает. И модель 4 на 16, она описывает энергию, мотивацию и вот такой, знаете, вот целостный, взаимосогласованный импульс, который находится на подсознании человека, и этот человек часто его не осознает. Приходит вам человек на работу устраиваться и говорит, да, значит, я буду работать, я очень исполнительный, я, значит, много всего могу делать, и это буду делать, и это будет делать, и со всем соглашается. И он сам реально в это верит. Но он так работает 2-3 месяца, и потом начинает действовать совсем по-другому. И HR с директором сидят, и такие, блин, да все же нормально было, все сказал, все про почему так происходило. И мы его увольняем, нанимаем других, текучка кадров, обучение, заново вводим в курс дела, куча работы, там еще один такой сценарий, еще один и так далее. И вот это называется такая управленческо-бизнесовая бытовуха. А все почему? Потому что человек, который приходит, пришел тогда, сказал, я буду все делать, согласен на это, согласен на это, согласен на это, он просто понимал, к примеру, что у него есть какая-то необходимость, которую он сознает сейчас. Ну, там кредиты нужно раздавать, денег нету и так далее. Но он не понимает, чего он сам хочет на самом деле. А модель 1416, она может показать, дать вам понять то, что хочет человек, и сам даже того может не понимать. Потому что есть четыре природы, да, исполнитель, предприниматель, воин-руководитель и творец. И представители этих четырех природ действуют по одному и тому же шаблону, понимая этого, либо не понимая, сознавая это или не сознавая. Желая так действовать, либо не желая, все равно они действуют по одному из четырех шаблонов. Ну, с какими-то вариациями. Эти шаблоны мы, вот у нас закончился буквально вчера второй поток курса, эти шаблоны мы знаем, видим, схемы и так далее. И поэтому человек, который приходит руководителем в компанию, исполнитель, предприниматель, воин-руководитель и творец, он будет руководить в рамках определенной модели управления. Его можно образовывать, его можно что-то объяснять, советовать, но все равно как бы структура управления, она будет исходить из его подсознания. Подсознание управляет им, а он управляет другими людьми. И поэтому компания, в которой руководит человек, находится во власти подсознания руководителя. Есть руководители осознанные, а есть руководители неосознанные. Неосознанные руководители, они сферу подсознания не хотят осознать, а осознанно их хотят. Вот и все. И человек, который эту сферу осознает, своих настоящих реальных желаний, он становится понятным, прогнозируемым, последовательным руководителем, который транслирует один и тот и вербальный, и невербальный посыл своим подчиненным, партнерам, клиентам и так далее. Из обычной психологии, чуть-чуть метафизической, мы знаем, чтобы то, что верит тебе, либо не верит. В чем причина? Верит человек, либо не верит? А причина в том, что ему не верят, когда он невербальный посыл транслирует один, а вербальный другой. Внутри он про одно, а внешне про другое. Тогда человеку не верит. А когда целостная личность, она вот и внутри вот такая, и снаружи вот такая. И того, человек прям понятный, надежный. Ты там не чувствуешь подмены. И этого нужно добиться и в руководителях в первую очередь, и в ключевых управленцах и так далее. Чтобы они осознали свою природу и поняли, какое же желание, какой импульс, какая мотивация ими реально руководить. И вот от этого импульса мы уже складываем управление компанией. 2 плюс 2 – 4. Если первое действие сделано правильно, 2 плюс 2 – 4. Все остальные, когда мы правильно действуем, у нас на выходе должен получиться нормальный результат. А если у нас 2 плюс 2 – не 4, а 3,75 или 3,5 или 5 – ошибка в первом действии. То все остальное, что мы делаем потом, ошибка только увеличиваться будет. Даже если все остальные действия мы сделали правильно. И вот в этом как бы такое могущественное знание, которое я уже практикую, наблюдаю, реализовываю уже много лет. Сейчас вот ребята из клуба «Артхи» его уже реализовывают, раньше реализовывали просто люди, которыми я помогал, консультировал. Но если в целом сказать, за рамками абстрактной философии, есть 4 психотипа, исполнитель, предприниматель, воин, руководитель и дворец. И эти 4 психотипа, каждый из них выстраивает естественную для себя управленческую модель людьми и компанией. Исполнитель всегда выстраивает ручное управление по шаблону. И исполнитель не может быть независимым руководителем, он не может быть самостоятельным руководителем. Он выстраивает управление компанией, вот есть инструкция, все эти инструкции должны следовать. И исполнитель, он не может управлять людьми на двухуровневом способе управления. То есть только я и подчиненный. А вот я и мой заместитель и подчиненный, исполнитель такое уже не может делать. Его все сыпется, все разрушается. Потому что ему нужно лично пройти и проверить человека. Да, и такой человек, он никогда, он будет только поддерживать. Такой человек, он никогда не будет проявлять инициативу. Он будет за стабильность и за соблюдение каких-то вот норм, шаблонов и так далее. Такой человек очень хорош для поддержания, для выполнения технической задачи, как управление бригадой, контроль за производством, за соблюдением правил безопасности. Управлять таким, может быть, небольшим производственным процессом, где максимум будет 10-15 человек, но лучше меньше. Это исполнитель. И он всегда будет смотреть на вышестоящее начальство. Всегда будет оглядывать и туда. Как только там пропадает защита, он тут же деморализован. В целом это вот такой исполнитель технического уровня больше. Но в каком-то смысле незаменимый человек. От него мы никогда не можем ждать развития. Креатива, проявления свободы выбора. Никогда не можем ожидать, что... Ну, свободы не выбора, а самостоятельной свободы выбора. Когда он будет самостоятельно решение принимать, менять, трансформировать компанию, развивать, он будет сохранять то, что ему дано, то, что у него есть. Предприниматель будет выстраивать более или менее горизонтальную модель управления. Он примерно разделит свою компанию на какие-то работающие блоки. Не предприниматель, а очень важно сказать, не предприниматель по роли деятельности, а предприниматель по психотипу. Не человек, который бизнесом занимается, предприниматель как бы вот он, да, по профессии, а предприниматель по психотипу. Он выстроит примерно какую-то вот более-менее горизонтальную модель с работающими блоками. Каждый из этих блоков, он задаст определенный параметр эффективности. Эти параметры будет оценивать. Если что-то ему не нравится будет, если человек не выполняет какой-то функции, он просто будет его менять. А мотивировать будет финансами, мотивировать будет деньгами. И все будет очень прагматично, рационально. Предприниматель в целом, если не брать клуба артха, идейных ребят, то в целом предприниматели так улыбаются, когда говорят про идеологию. Их идеология – это рационализм. Их идеология – это выгоды. Их идеология – это монетизация. И вопрос уже, что они потом с этой монетизацией делают. Но это нормально. И предприниматель – самое главное. Человек-психотипопредприниматель, он не очень хорошо переносит управленческую, психологическую нагрузку, стресс. Это человек, который действует немножко в парадиге наслаждения. И поэтому он хочет все автоматизировать. Мечта-психотипопредприниматель – утром открыть ноутбук, нажать на кнопку в программе «Битрих-24», процесс пошел. Вечером прийти, кнопку с пальца снять. Процесс закончился. Все работает само собой. Я кайфую. Семья, отдых, новые планы, новые проекты. Этот блок закрыт. И я иду дальше, дальше развивать, расширять экономическую экспансию на все, что я вижу. Это мечта предпринимателя. Он не любит, когда к нему приходят с проблемами, его грузят одно, другое, третье. Он хочет, чтобы все было более или менее автоматически. Но эти люди не автократичны, эти люди свободны. Но они вряд ли вам лично будут уделять много внимания, такого, знаете, нянчица, брать под опеку, патронаж и так далее. Эти люди все оптимизируют, в первую очередь, время своей жизни. А воин-руководитель выстраивает иерархическую пирамиду, где, безусловно, главный он. Это вот такая пирамидка. А, и предприниматель, он полагается на процессы, а не на людей. А воин-руководитель полагается на людей, а не на процессы. И он выстраивает иерархическую пирамидку. Это я, здесь мои доверенные люди, здесь люди, здесь, 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 здесь. И в его компании четко понятно, кто кому подчиняется. Этот подчиняется этому, этот этому, этот этому, этот этому. И воин-руководитель видит не процессы, а людей. А предприниматель видит процессы. Человека можно заменить, поставить нового. А воин-руководитель думает, процесс можно заменить, а человека мы не заменим. Потому что это человек, он мне... И чего ждет предприниматель от работников? Предприниматель ждет выгоды, прибыли, человек будет хорошо работать. Любит он или не любит, разделяет эти долги, не разделяет, слушает или не слушается, работает, пускай работает. Но воин-руководитель, когда является правленцем, если кто-то его не любит, если кто-то ему не лоялен, кто-то его не слушается, этот человек долго не проработает, даже если он является хорошим специалистом и приносит много денег. Он смотрит на него, как на потенциального предателя. Понимаете? Воины-руководители, у них личностные отношения, и они уполномачивают людей по принципу лояльности. Поэтому мы, когда видим бизнес построен, западная модель бизнеса, там все... Насколько человек компетентен, настолько он уполномочен, так он зарабатывает. А когда мы видим государственное управление, где воины-руководители сидят, там кумовство, свой не в свой, бездарный ты либо способный, если ты надежный человек, ты занимаешь вот такую роль. И поэтому, как бы, концепция управления воин-руководителя, она такая вот, да, на личностном факторе построена. И воин-руководитель, он тоже не может, ему сложно, очень автоматические системы управления даются. Он хочет так вот вручную, через волевой фактор. Ему нравится. Я вот сказал, прям они делают. Да, и... Ну, не то, что это прям архаично смешная советская модель. Есть много олигархов, которые выстраивают эти системы очень, ну, умело, современно, как прогрессивно, но все равно это команда верных ему людей. И если человек что-то не выполняет, не зарабатывает, он его будет держать, если он лояльный. Он будет его держать, обучать, прощать ему. Главное, чтобы он был лояльным лично тебе или моей команде. И поэтому это такая слегка не очень выгодная экономическая модель, но прочная при каких-то колебаниях рынка. А Творец – это пресловутая бирюзовая организация. Творец – это так, вы видели, зайдите ролик, посмотрите в Ютубе, Стив Джобс про управление людьми. Спрашивает, молодой Стив Джобс сидит, спрашивают ему у него, а кто такой настоящий управленец? Он говорит, а мне плевать, сколько у человека образования, мне плевать, где он работал, какие у него навыки. Если он понимает, что такое Apple, он будет у нас работать. Если он не понимает идею, до свидания. И Творец, он смотрит на то, может ли его работник, либо заместитель, еще кто-то, сотрудник, понять вообще, зачем он все это делает. И Творец, он строит свободную модель, где люди, она тоже, не то чтобы, она не автоматическая, она свободная, где люди раскрывают свои таланты, и они верят вот в эту вот идею, вокруг которой Творец создает компанию, организацию. Это очень редкий тип организаций, по-настоящему, редкий тип Apple, одна из них. Там, конечно, Джобс перебарщивал немножко с авторитаризмом, да, но это мы на курсе разбирали, почему. Но вот это и есть березовая организация, где люди приходят, они свободны, они свободны принимать решения и так далее. И самое, ну, как бы, редкий тип, мы туда не будем углубляться, примеров мало. Но самая главная мысль, которую хотел он донести, заключается в чем? Что у нас есть коучи и бизнес-тренеры как минимум трех видов. Предприниматель, левые руководители, творцы. И каждый из них говорит правильно вот так. И каждый говорит про свое. У нас есть различные курсы по образованию, которые говорят правильно вот так. И каждый говорит про свое, потому что любой контент, любая, как вам сказать, любая управленческая бизнесовая система, она несет в себе код своего создателя. Человек двоечка реализовал, предприниматель по психотипу, реализовал успешно такую модель. И он говорит, это прямо для всех подходит. Воин-руководитель реализовал эту модель, говорит, это для всех подходит. MBA. А, значит, творец реализовал бирюзовую организацию, это для всех подходит. И если наслушивается тех, и давай, как бы, одевать на корову-седло, и давай, пытаться так, 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 так. Я видел несколько воинов-руководителей, которые пытались создать бирюзовую организацию. Ну, прям так забавно выглядит вообще. Человек с прямолением взглядом сильный, такой волевой, диктотичный. Так, теперь у нас проходит реформа. Мы будем делать бирюзовую организацию, где все люди будут свободны принимать решения, договариваться самостоятельно. Они и начинают раскрывать свой талант. Все. Теперь бирюзовая организация. И такие, хорошо, бирюзовая, так бирюзовая. Только больше так, не смотрите на меня. Мы получили свободу. А что сейчас нам делать в рамках этой свободы? Туда либо сюда. Туда? Хорошо, сейчас туда пойдем. Называйте, как хотите, только говорите, что нам делать. Поэтому, конечно, или воин-руководители дают битрикс 24, или двоечку предпринимателя учат, знаете, таким как бы, таким быть сильным лидером вести за собой, пробивать стены, значит, влиять на других людей, там, знаете, как Тони Робинс прыгает на сцене, упал, ты должен подняться, мы сделаем это, вперед. А, или двоечку идеологии учат. Когда человек придется предпринимателем, он говорит, у нас идея компании такая, 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 все сидят, и как бы, ладно, давай, Василий Петрович, хорошо, какая тема, во которой деньги зарабатывают. И вот, система D416 навозит порядок во всей этой истории, на этом я закончу свой контент, то, что хотел вам рассказать, передам слово нашим управленцам, которые расскажут, как у них это получается на практике, я не знаю, может, сейчас вам как бы не того наговорят, но я надеюсь, что, но я этих людей знаю, доверяю, они оба успешные, и они подтверждают, подтверждают своими действиями и мировоззрениями, да, те концепции, которые я вам доношу. Ну, это я все. Спасибо большое, Павел. Очень интересный взгляд модели 416 на управление людьми. Вы прямо, когда рассказывали про двоек, про стиль управления, вспоминая каждодневную свою работу со своей командой в маркетинговом агентстве, и я помню, у меня было такое желание пройти какие-нибудь курсы для руководителей, знаете, там типа Таллиннская школа управления, MBA, но мне кажется, меня хватало ровно на одну планерку в таком духе, я после нее был вообще просто выжатый, как лимон, я понимаю, что я не могу заставлять людей, у меня просто физически нету на этой энергии заставлять их что-то делать. Поэтому я выстроил свое агентство таким линейным образом, так, ты рекламой занимаешься, получаешь такой-то процент от сделки, ты занимаешься дизайном, я тебе плачу за дизайн там столько-то рублей, ты занимаешься там созданием сайтов, я тебе плачу столько-то. И мне все понятно, мне все комфортно. Но когда начинается какая-то иерархия, и нужно распределять обязанности, проводить какие-то разъяснительные работы, налаживать дисциплину, здесь у меня начинаются трудности, я понимаю, ну а зачем действительно играть не свою роль и примерять на себя какие-то формулы успеха, не соответствующие моей природе. И вот здесь, конечно, огромная благодарность вам, вашим знаниям, за то, что вы поделились ими с людьми и могли вообще экономить эти ресурсы в управлении. Ну что, друзья, я передам слово нашему приглашенному руководителю Михаилу Симаков, давайте я вам ему представлю. Михаил, региональный директор международной компании ДАП отвечает за Африку, Ближний Восток, Азию, Австралию, оборот компании бизнеса 70 миллионов евро, 18 лет опыта построения бизнеса и соорганизатор Артха Бизнес в России. Михаил, тебе слово, вот сразу такой вопрос, лично для тебя, что давать тебе модель 4.16, ну, какой-то повседневной работе, просто я представляю какой у тебя ритм жизни как топ-менеджера и планерки это, наверное, 90-80% всего твоего времени. Спасибо, друзья, спасибо, Павел, что раскрыл сейчас модель, как бы вообще спасибо, что ее принес, вот, мы сейчас буквально несколько слов с Игорем обменивались, когда мы только встретились, еще все подтягивались, вот, и он тоже как раз сказал, прости, Игорь, я, похоже, украду у тебя некоторые выводы сейчас, вот, он сказал, что мы, похоже, сначала что-то делаем, вот, и потом благодаря модели как бы осознаем то, что мы творили. У меня такая же история, как бы, то есть я все время что-то творил, вот, и с вот этой системой Павла 4 на 16, как бы, и наконец-то вообще понял, что я творил, вот, как это работает, вот, и я думаю, что если бы я с ней познакомился раньше, то многих ошибок, конечно, можно было бы избежать. Я не буду занимать много времени, я постараюсь как бы рассказать просто практически вопрос, как это выглядит на практике, то есть немножечко моей истории, как бы, и что я из этого делал. Вот это лет 10 назад я, у меня был свой бизнес, там, несколько, несколько стартапов, вот, потом я ушел в крупную компанию международную, ну, другой вопрос, почему? Ну, вот, на старте я пришел на генерального директора отвечать за бизнес в России и, там, в СНГ, вот, была компания, там, порядка 25 человек, вот, в основном состоящие из продавцов, где-то человек, наверное, ну, половина, наверное, это были продавцы на тот момент, вот, и в очень сложный момент пришел в компанию, когда сняли менеджмент предыдущий, потому что он проворовался, вот, и, как бы, то есть, оставили там, меня, в том числе, ну, меня, как бы, то есть, как главное лицо, как бы, ну, мне потом нужно было выбирать у финансового директора, там, у всех остальных, вот, очень интересную вещь, я увидел, как бы, то есть, вот, компания, позже, вот, я сейчас объясню, почему, то есть, компания была полностью выстроена под тройку, под воина руководителя, вот, и когда я туда пришел, как бы, то есть, я тогда еще не понял, я просто офигел, то есть, компания, выстроенная под воина руководителя, это значит, что воина руководителя, как бы, все отчитываются, как бы, то есть, воину-руководителю, вот этому человеку. И само в компании практически ничего не происходит. То есть тебе постоянно нужно вникать во все мельчайшие процессы, всегда давать какое-то ОЦУ, делать какие-то одобрения. У тебя на столе всегда огромное количество макулатуры и документов, которые тебе нужно подписывать. То есть настолько все зарегулировано, что там муха не пролетит, не двинется без распоряжения генерального директора. То есть его перьевой ручкой, перьева ручка кстати тоже была на столе, вот в столе, на столе перьева ручка, а в столе этот договор на новый Porsche Cayenne. То есть это отреводы, отреводы воин-руководителей, генерального директора, короче, все как надо. У меня немножечко другая природа, как бы я от этого режима немножечко подофигел, вот, и начал просто, ну, выстраивать немножечко по-другому, то есть это начинало происходить автоматически, потому что я видел, что компания, как бы, она не развивается, ее двигать через такой режим, как бы, очень сложно. Ну, или, может, просто потому, что у меня природа другая, поэтому я не буду, когда можно делать. Вот, и я задался несколькими вопросами, то есть каким образом сделать так, чтобы компания работала самостоятельно, то есть у меня типа два, то есть я просто сразу забегу вперед, как бы, то есть не будем заставлять вас определять, вот, у меня тип предпринимателей, как бы, а под тип, как бы, это воины руководителя, то есть основное два и дополнительное, дополнительные три. Вот, поэтому, как бы, то есть мне очень нравится выстраивать вот эти системы, которые работают самостоятельно, распределяя нагружку и прийти, вот, клацнуть на кнопочку, как бы, для того, чтобы все это заработало. Вот, и проблема стала в следующем, как бы, то есть я говорю, люди, давайте работать, делайте, вот вам полномочия, вот сейчас вот как раз в примере, идите и делайте, и на нее такие все смотрят, и ничего не происходит. Я думаю, что происходит? Почему не работают, как бы, то есть, ну, если бы я ставил себя на свое место, если бы мне дали, как бы, то есть, свободу, искали, иди работай, я бы пошел и работал, как бы, то есть мне классно, потому что, а они нет, как бы, то есть, потому что там большинство людей было исполнителей, на которые привыкли получать силу. Вот, я понял, что-то не то, как бы, то есть, либо, думаю, не хватает мотивации, опять же, по себе, то есть, людей надо замотивировать конкретно, вот, либо они просто не умеют работать. Думаю, два варианта всего. Либо не хотят, либо не умеют. Все просто. Добавил мотивации. Сказал, вот это прогрессивная бонусная система. У всех теперь не оклады, как раньше. Вы помните, для руководителей, короче, нужны оклады, нужна стабильность. Сказал, нет, теперь у вас переворот. Теперь у вас есть проценты. Вы можете зарабатывать миллионы. Счастье, оно наступило, например, здесь и сейчас. И потом просто начал смотреть, кто из них начал выходить за грани, начал показывать результаты, а кто нет. И просто системно эти люди просто вымылись из компании. Они не смогли со мной работать. Но тогда я делал на автомате, ворочу, чем в голову придет. А теперь все это системно видно и понятно, как это происходит. И можно систему этому заложить. И постепенно у меня в компании появились предприниматели. Компания зажила своей жизнью. Разделились, выделились руководители регионов. Эти руководители регионов набрали себе такие же тоже истерии 2. У всех мотивация, у всех напор. Все разбогатели, всем купили новые машины замечательные, красивые. Вот и получился такой процветающий бизнес. К слову, мы за 10 лет выросли с 8 миллионов евро до 25. пока компания не закрылась. Это другая история. Сейчас мне об этом. И это то, что было, как работает, как проявляется эта система. Если бы на тот момент ее знал, то мне бы возможно потребовалось на всю эту работу не 10 лет для того, чтобы все это выстроить, а можно было бы это сделать гораздо быстрее. Я бы просто не терял время, потому что то, что я делал, я делал по наитию. Не знал, что есть система, которая на старте все это показывает. И можно сразу протипировать людей и понять вот это такой, вот это такой, вот это такой. Тебя сюда, тебя сюда, тебя сюда, тебя сюда. Все заработало. Как бы красота. И то же самое сейчас еще буквально два примера. То есть уже после прохождения курса Павла то же самое мы сделали в Артхе. То есть мы протипировали весь проект благодаря Павлу. Он протипировал, к какому типу вообще в принципе относится наш проект. И потом протипировали всех основных людей, кто находится. и чем они занимаются, посмотрели. И мы выяснили, что у нас половина людей, больше половины людей занимаются не тем, чем заключается их природа. Представляете? И от этого как бы, то есть, ну, проблемы с синхронизацией, проблемы с пониманием, проблемы с тем, что мы стараемся, много усилий прикладываемся, прикладываем, но либо ничего не получается, либо получается, но это на таком последнем издыхании, когда люди приходят с вывеченным языком вот так вот. Все, я как бы, все, я больше не могу. Это вот последнее мероприятие, которое я делаю, больше сил нет, как бы, то есть, все, я ухожу. Ну, то есть, это просто, просто надрыв, условно. Вот. А почему? А потому что, как бы, нет знания, потому что, ну, сами люди не понимают, как бы, то есть, в чем их природа заключается. И руководитель, руководитель компании, как бы, руководитель направления, он не понимает, как это правильно выстроить. Поэтому это либо не работает, либо это работает настолько плохо, что ему приходится делать самостоятельно, а люди выгорают просто. Вот. Это второй момент. И последний, заключительный, третий, как обещал, чтобы недолго вас не утомлять, тоже практическая вещь, это с моей компанией. То есть, сейчас я отвечаю за другую территорию в компании, вот, у меня регион достаточно большой. И первое дело, что, первым делом, что я пришел, что я сделал, когда пришел, ну, на новую должность, скажем так, вот, я протипировал свое руководство все, протипировал, как бы, всех людей, как бы, в голове. Вот. Позвал Павла встретиться с HR-директором компании, там крупный, крупный холдинг, там больше полутора тысяч человек, там с оборотом больше трехста миллионов евро. Вот. И, короче, Павел тоже протипировал всю систему мотивации, которая у нас находится, как бы, компанию. Вот. И сразу же все это выстроилось. Я понял для себя, что нужно делать. То есть, что у нас есть нестыковка. Компания хочет продвигать продукт, выходить на новые рынки, увеличивать сильно продажи, но вся система мотивации, вся система управления, она рассчитана не на предпринимателей, которые могут это делать, для которых это естественно, которые легко входят, действуют в новых обстоятельствах, как бы, то есть, которые в разных рынках, а у нас там рынки, там, Африка, разные страны, разные регионы, там, Ближний Восток, то есть, вообще, как бы, разные. Это значит, что у людей, которые там находятся, у них должна быть широкая автономия, и они реально должны, как бы, то есть, сами видеть и сами принимать решения, то есть, они должны быть предпринимательны, потому что централизованно это сделать вообще невозможно. Вообще невозможно, как бы, сказать, вот ты там в Африке, там, в Зимбабве ты сидишь, вот, короче, тебе нужно делать вот это, вот это, вот это. Как вы себе это представляете? Для руководителя, который сидит в Дубае, там, или в Италии. Нет, он сам это должен делать. Для того, чтобы он это делал, как бы, то есть, нужно, чтобы правильный человек был с правильным мышлением. В общем, это определили, и, как бы, ну, сейчас вот пошла планомерная работа. Сейчас я меняю систему, то есть, та система, которая была выстроена под один, под исполнителей, и под три, она меняется на два, на предпринимателей. То есть, вводится такая же система. Ну, как бы, для меня, во-первых, это естественно, а во-вторых, это я вижу, я вижу, как это работает, как это применяется в жизни. Вот, я вижу глаза людей, как бы, которые раньше, там, двойки, как бы, предприниматели, которым, там, нужно было правило, там, зарплату, там, согласовать на 5%, короче, ему нужно писать, какой-то исследователь рынка делает, вычарлите, там, вот, там, бортует, потому что, там, все тройки исполнители сидят, как бы, то есть, которым, он дали ЦУ, как бы, у него задача, отжимать сотрудников, чтобы они ни копейки больше не получили. И вот, он исполняет эту работу. А к нему пришел двойка, который руководит оборотом в 10 миллионов евро. А ему, короче, нужно, это самое, ребенку на садик, там, выбить каких-то денег, как бы, то есть, ну, потому что это, там, или какую-то прибавку, как бы. И вот он, и он вообще не понимает, что происходит. То есть, я вам 10 миллионов евро приношу, я вырос на, там, 2,5 миллиона в прошлом году, как бы, то есть, а вы мне не хотите садик компенсировать для ребенка. Вы что вообще? А тот человек, однерка сидит, как бы, то есть, в HR, и он тоже не понимает. А тройка руководитель, как бы, то есть, он, ну, ну, а я же систему выстроил, вот я ему доверяю, вот так это должно работать. Правила, они для всех. Все должны выполнять правила. Что этот он пришел, как бы, что-то для себя качает, требует? Правила, правила, правила. Если ты не согласен с правилами, значит, ты меня не уважаешь. Если ты меня не уважаешь, неважно, как ты хорошо делаешь работу, я тебя уволю, ты в этой компании работать не будешь. Вот то, о чем как раз сейчас Павел говорил. Представляете? Это жесть. Это жесть. Когда не понимаешь, как все это работает. Когда ты видишь, как все это работает, вот эти все нюансы, просто приходишь и люди говорят, смотри, что ты делаешь. Он такой, ну, как бы, тем же воином руководителе, он за голову берется, когда ему рассказывают. Такой, блин, это что, я делаю, да? Просто вот, ну, показав мир глазами, как бы, вот этого предпринимателя, который он находится. Он говорит, да, ты делаешь, давай что-нибудь исправим. Я говорю, да, реально надо менять, давайте менять. Вот. И, ну, в общем, такая история, такая практика. Все в процессе, как бы, то есть, все в движении. Не хочу сказать, что это самое, что вот взяло, вот так вот, все само произошло. Это просто осознанность, как бы, то есть, просто осознание, видение, как это работает, и вот можно просто правильно действовать в этой ситуации. В общем, спасибо тебе, Павел. Добавил осознанности. Ну, все, передаю слово Владимиру. Надеюсь, в чате задают вопрос, и что вы делали? Вот Светлана спрашивает, что вы делали? Вы меняли людей, когда понимали их природу? А вы знаете, какая интересная история, как бы, то есть, для вот психотипа предпринимателя, вот какие-то силовые действия, они такие, ну, немножко, как это сказать, противоестественные. То есть, вот рубить шашкой, как бы, то есть, это вот вообще, как бы, не в природе. Ну, не в моей точно, хотя у меня, как бы, есть уже вторая тройка. То есть, но я это обычно делаю через, не через, как бы, шантаж, или силу воли, а просто ты даешь человеку, как бы, то есть, задачу, даешь ему сроки, как бы, вот это твои обязанности, мои. Вот это нужно сделать? Нужно. Вот это сделаешь? Ну, я не знаю, я постараюсь. Ну, вот тебе, как бы, месяц, что бы сделал? Если ты не сделаешь, похоже, как бы, то есть, ты не подходишь, как бы, похоже, это не твое. Ну, все, и смотришь. И через месяц, как бы, либо он сам приходит и говорит, ну, похоже, да, это не мое, мне где-то себя нужно поискать. Либо он приходит, блин, короче, я что-то вот тут вот делал, как бы, у меня не получилось, похоже, мне немножко времени не хватило, дайте мне еще время немножечко, ну, у нас тебе вот еще месяц, и вот, ну, давай посмотрим на результаты. И опять же, как бы, то есть, вот когда система выстроена, вот таким образом, там тройки, как бы, там и однерки, как бы, они себя плохо чувствуют. Однерки себя в системе, мотивации, где ты на процентах сидишь, где нету какой-то, как бы, то есть, ну, такой стабильности, они некомфортно себя чувствуют, они сами уходят, даже увольнять практически никого не надо, как бы, то есть, это все просто встает на свои места, надо просто видеть природу и мотивацию людей. А как это помогает, когда выбираешь, как новый какой-то процесс, как бы, и руководителя выбираешь на это, это вообще бомба. Просто ты сразу видишь, как бы, то есть, в чьей природе, как бы, выполнить вот эти обязанности, а в чьей нет, как бы, кто и будет успешно, кто и не будет, просто наперед, знаешь. Да, я хотел бы добавить, да, что я не видел еще управленцев, консультантов по менеджменту и так далее, которые бы узнали бы эту фишку, что когда человек в природе предприниматель выстраивает одну систему управления и реализовывает это 5 лет, он выстраивает систему под себя и он уходит, к примеру, а компания нанимает другого менеджера. И там звания, регалия, заслуги, все, 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 все прям круто, все прям, вообще ни к чему не придраться. Но вместо предпринимателя приходит воин-руководитель и вся структура, которая начнет пройти, она вся сыпется. Компании нужно вкладывать деньги на текучку, на собеседование, на обучение, время на раскачку и так далее. Она вся осыпается, потому что она не для того. Она как бы не выстроена, не под него выстроена. Да, а хотя определить можно было бы за 3 минуты. Все сознание обладает. Да, спасибо большое, Павел, за комментарии. У нас есть еще один гость, Игорь Романюга. Давайте я вас представлю. Игорь основатель, генеральный директор компании Эрмитаж галерея недвижимости, более 200 человек в управлении, продуктовая линейка компаний более 1 миллиарда рублей. Игорь, слово вам. Скажите, как вы опыт, поделитесь опытом применения модели 4.16 в построении команды? Какие вам это дают плюсы, преимущества? Очень интересно услышит ваше мнение. Да, благодарю, что пригласили. Благодарю тех, кто присутствует в онлайне. Особый респект тем, кто включенный камерой. Класс, люблю видеть, когда. Привет, привет. Расскажу немножко про себя, про компанию, про то, как внедрил модель. Точнее, как получается, сначала ты интуитивно реально бьешься головой об стены, делаешь кучу ошибок. Вроде все начинает работать, а потом тебе попадается обучение типа Павла Ковалевского и ты такой, все же было расписано, все же было, где это было раньше, я бы сэкономил столько времени и лет своей жизни. Такое не один раз было в моей, да. И начать бы я хотел с такой интересной фразы, которая крутится у меня уже последние два месяца в голове, что самое слабое звено в бизнесе это предприниматель, то есть сам бизнесмен. И как я ее понимаю, хотел бы развернуть ее для вас, да, если, да, такая фраза рыба гнет с головы, если человек не в компетенциях, если человек не в состоянии, если человек не в энергии, да, то сложно что-либо создавать, что-либо объединять, на чем-либо монетизировать и зарабатывать, да, это прежде всего нужно взять за основу, поэтому знания, которые мы получаем, приобретаем, они повышают наши компетенции и дают нам прежде всего уверенность в своих действиях, то есть получается опора, на основании которой мы действуем, то есть мало энтузиазмов, энтузиастов, таких как вот я с Михаилом, да, где мы набиваем просто шишки и потом вот что-то узнаем, да, потому что есть некий страх того, что получится, не получится, там еще что-то, разные процессы проходят люди, а если ты на какую-то опору, да, ставишь ставку, то тебе в процессе легче действовать, ты получаешь фундамент, на основании которого дальше строишь отношения, у меня уникальная вообще ситуация, я сам по психотипу 2.4, то есть это предприниматель и творец, да, и я расскажу, как это применимо в моем бизнесе и кого я вообще объединяю, самый, один из самых сложных продуктов, это продажа недвижимости, да, это дорогой товар, дорогой продукт, и я продаю тем, кто продает недвижимость, то есть, чтобы понимали, я выстраиваю общение и коммуникацию с людьми, которые продают людям недвижимость, то есть мне им нужно продать, и рынок риелторских услуг, он довольно необычен, в Санкт-Петербурге это очень конкурентная ниша, и эпоха самозанятости и фриланса, для того, чтобы люди работали в компании, нужно создавать объективно ценности, чтобы было понимание того, что они приходят в какое-то объединение и видят для этого реально объективно какую-то ценность, которую они вкладывают, и они готовы делиться компанией, что-то получать от нее, что-то отдавать, поскольку, потому что риелторский бизнес устроен на такой интересной специфике, когда клиенты риелторов приходят по рекомендациям, да, уже непосредственно, а риелтор сам принимает решение, приведет он в компанию этого клиента или самостоятельно где-то там налево закроют, есть на это ресурсы сейчас позволяют, сейчас рынок так устроен, что они подогревают различные левые схемы и так далее, но вот тот штат, который у меня есть, больше 200 человек, мне его удалось объединить, объединить, во-первых, миссии и ценностями, это, кстати, вообще топ, который у меня предприниматели запрашивают, кому интересно, я потом в чате напишу свой никнейм в Телеграме, если вам интересно, я скину файл, он есть прописанный в компании Эрмитаж Галереи недвижимости, есть миссия, ценности, и на старте, когда человек заходит в компанию, он получает эту миссию и ценности, и его спрашивают, ты согласен работать в той компанию, в которой есть вот условно говоря вот такие как бы правила, нормы, и он как бы подписывает свою резолюцию на основании того, что да, мне это интересно, и когда в процессе сотрудничества происходит конфликт, у нас есть такой персонаж компании, как хранитель традиций, это тоже 2-4, это человек, который следит за конфликтами, это медиатор, по сути, конфликтолог, то есть он звонит и спрашивает, неужели что-то произошло, что наши ценности с тобой не совпадают, как же так произошло, как же так случилось, и человек понимает, как бы, что он что-то сделал не так, сделал что-то не то, и дальше у него есть выбор, он как бы не повторяет эти ошибки и заходит обратно в коллектив, или он покидает компанию, то есть мы не выгоняем, не увольняем, мы просто говорим о том, что вот смотри, ценности не совпадают наши, мы бы очень хотели, чтобы совпадали, но, к сожалению, это не так, мы хотим строить экологичное объединение людей, которые сосредоточены на фактор объединения, проведения сделок, но на базе этого объединения есть обучающие процессы, есть нетворкинги различные, то есть, по сути, это некий такой клуб, в котором идет заработок денег, и очень, помимо каких-то вот таких вот творческих процессов, которые я вам сейчас описываю, много всего, на самом деле, есть еще четкое понимание того, кто на какой позиции должен стоять, я вообще по своей природе 24 занимаюсь, да, вот Павел очень четко описал сегодня мое утро, когда я встал, открыл СРМ, посмотрел, все ли в порядке, в целом все в порядке, и пошел пить цикорий, да, то есть, все вот прошло ровно так, как он и сказал, и на этом, в принципе, мой рабочий день может быть закончен, но, если бы не четверка на конце, то есть, мне еще объективно хочется какую-то пользу давать людям, хочется их чему-то обучать, какие-то внедрять новые вещи, чтобы они саморазвитием занимались, и у меня компания постоянно на этой волне, на волне лидерства, на волне прокачки, на волне того, что мы станем лучше каждый день, то есть, вот эту энергию я им даю, давайте, 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 и я абсолютно не управляю какими-то системными процессами, я все делегирую, потому что я и ведение экселевских таблиц, это вообще, ну, как бы, что-то с чем-то, это взрыв мозга, когда я осознал свою природу, я перестал себя этим мучить, я перестал делать какую-то рутинную работу, я просто сконцентрировался на том, что лучше всего у меня получается, лучше всего получается у меня доносить сложные знания простым языком, передавать людям эти знания, их обучать, внедрять в их головы какие-то новые смыслы, эти смыслы заразительные, они вдохновляются, подогреваются этими смыслами и дальше бегут делать свои дела и зарабатывать деньги, то есть я в компании, несмотря на то, что я генеральный директор и основатель, я обучаю их больше, то есть я такой человек ответственный за коммуникативные навыки, поскольку в коммуникациях прежде всего важно выстраивать доверие, я слово доверие могу транскрибировать два с половиной часа, часа просто, два-три часа просто рассказывать, что это такое. Уровень того, что мне постоянно необходимо обучение для того, чтобы это внедрять, говорит о том, что для меня это как некие такие поления, которые я подкидываю в свой бизнес, и они уже, этот костер, который греется, 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 создается сейчас очень неплохую экономику. Значит, что касаемо внедрения модели, которая, да, вот чат вижу, я скину в Телеграме, ой, не в Телеграме, сюда в чат напишу аккаунт, кому интересно, напишите мне в личку, я вам скину миссию и ценности просто компании, чтобы вы тоже могли посмотреть и внедрить. Что касается внедрения модели, я четко для себя понял, что у меня есть бэк-офис, в рамках которого должны быть следующие люди, это должны быть некие единички, которые являются исполнителями, которым просто нравится делать действия до определенной рутинной, то есть это колл-центр, это рекламщики, это администраторы, это те, кто делают операционную работу, это единички, они обязательно должны быть, это бэк-офис, по сути, должны быть двоечки, это те, кто привлекает новых специалистов, те, кто продает им работу в рамках компании. Руководители у меня, как строится бизнес, то есть есть руководящие позиции, лидеры, и под ними группы, то есть условно говоря, человек заходит в риэлторскую нишу, проходит обучение, а дальше распределяется по группам. Сейчас порядка 15 групп и где-то порядка 10 человек в каждой группе, то есть 10-15, и мне важны те люди, которые непосредственно являются менеджерами групп, руководящие, то есть мне нужно установить правильный их психотип. Для себя я понял, что данными успешными людьми могут быть следующие цифры. 3-2 это лидеры-коммуникаторы, это те, кто за собой ведут и некие такие переговорщики, и они мотивируют своим, как бы, своей речью, то есть они такие, вот, нам нужно пойти, это такой квартирный спецназ, мы сейчас ворвемся в квартиру, ее отфотографируем, выставим на объявление, и через неделю мы ее, уверяю, вас продадим. Как бы, вот вообще у человека не остается вообще сомнений никаких, и они этому вдохновляют и учат своих непосредственно людей в группах. Далее, 3-4 это вообще ребята, руководители, идеологи, которые вдохновляют какими-то идеями, а вот вы попробуйте сделать вот так, и тогда у вас получится все. То есть они вот при этом жесткие, но в тот же момент вдохновляют людей на какие-то подвиги. и специалисты, которые приходят, их слушают, вдохновляются этим. Там проблема одна, что их нужно вдохновлять каждую неделю, вот так вот. И у них успешно это получается. Я вижу, как это на практике, то есть 3-2, 3-4 это крутые у меня в данном случае руководители групп именно риелторского бизнеса. Еще есть хорошие 2-4, это некие рациональчики, вот как Павел уже описал, двойки, это те, кто монетизирует, кто четко хотят понять, сколько я вложу своего времени и сил и сколько я за это получу денег. У них тоже круто это получается. И есть тип, наверное, еще 2-2, который через собственный пример успешных проведенных сделок мотивирует своей авторитетностью. То есть я крутой продавец, у меня круто это получается по природе, я могу продавать, но я не умею не обучать ничего, но людям заразительный пример авторитетности того, что у тебя круто получается, я хочу за тобой идти, возьми меня к себе в команду. Они не хотят никакой команды, но к ним липнут люди, потому что у них крутой, эффективный способ, такой уникальный умение выстраивать отношения с людьми. Они все обучаемы, они все коммуникаторы и есть такая определенная модель, да, вот двойка предпринимателей. По сути, Павел подсказывает мне, три воина-руководителя, чтобы понимание тоже было, что я сейчас попытался вам объяснить, как я это внедрил. И что нужно, что нужно, нужно, я строю компанию по определенной пирамиде, в которой основе лежат миссии и ценности, это по сути самое-самое главное, что должно быть, это некий такой воздух, в котором есть лидеры, где есть воины-руководители, которые ведут за собой основную часть компании по определенным правилам этого рынка, по определенным целям, то есть они хорошо ставят цели и хорошо их достигают. Ставишь план, они его добьются любой ценой и всех напрягут, кто у них в группе, чтобы они тоже за ними бежали. Бежали, не останавливались. А кто остановился, того поменяли. Вот моя основная задача, как собственника, как руководителя, находить троек, по сути, их вдохновлять, подогревать и наблюдать, чтобы они побежали и за собой всех повели. Они ведут двоечек таких же послабее и троечек, которые тоже еще не разобрались. Но как только я вижу в команде у кого-то появилась такая же троечка, как только эта троечка обрастает знаниями, экспертности и компетенциями относительно риелторского бизнеса, я сразу же адаптирую ее под тоже лидера, под некого руководителя или даю ему дополнительно какие-то скиллы, которые может адаптировать в рамках группы. То есть сразу его немножко приподнимаю, чтобы ему было интересно, он был вовлечен в процесс. двойки это те, которые являются успешными, это лучшие продавцы вообще, то есть если тройки в основном говорят, но говорят красиво и вдохновляюще, то что вот надо все, то двойки реально показывают результат, они реально пашут, как папа Карло, и у них это круто получается, они всегда в топе по продажам. По сути, бизнес у меня построен на продаже услуги. И в основе, наверное, всего этого действия является некое такое мое наблюдение, аналитика за людьми, их раскрытие психотипов, понимание того, что у них там творится в голове, как их всех соединить, объединить, и на этом фоне еще подливаю масло в огонь в активный рынок того, что мы успешно развиваемся, а вы нет. Поэтому давайте как бы к нам. И на этом фоне люди видят, что создалось какое-то объединение, которым всем классно находиться, там есть ценности, как духовные, миссия и ценности можно назвать духовными как таковыми компаниями. И их это привлекает, а дальше они видят, что там, помимо того, что люди еще балаборством каким-то занимаются, если они такие возвышенные, там еще есть деньги, там еще реально есть возможность зарабатывать деньги, и деньги серьезные, комиссия может достигать 500, миллиона, да, то есть, и когда человек попадает в эту историю, ну, под названием Эрмитаж галереи недвижимости, да, то он очень быстро адаптируется, потому что все процессы выстроены таким образом, который позволяет ему максимально комфортно себя почувствовать в объединении, то есть, в окружении людей, с которыми ему нравится находиться, то есть, все коммуникабельные, у нас нету плохого, хорошего, у нас сразу, если ты свой, значит, мы тебя приняли, все, наши ценности принял, и теперь ты свой, такой элемент входа, а дальше еще вот совсем последняя, сейчас минуту буквально, может быть, я уже много, не знаю, времени занимаю, последнее, что внедрил, это в рамках Эрмитажа закрытый клуб для топов, то есть, для тех, кто делает там результат больше, чем две сделки, и теперь появилась еще дополнительная мотивация людей, которые находятся в принципе в компании для того, чтобы зайти еще в один круг, попасть в топ, потому что там супер тусовка, если здесь просто тусовка, то там супер тусовка, супер мега классная тусовка, там уникальные спикеры, там куда-то походы, там закрытый чатик, в котором только для своих там имиджевая продукция, там определенные есть вещи, ништяки, да, и у них появилась дополнительная мотивация туда залезть, и я вижу, что все так прям оживились, как бы, вот, а ты есть, то меня нету, поэтому я активно использую те знания, которые получаю, могу сказать, что если бы знания я получил бы раньше, я мог бы, наверное, сэкономить много времени, но всему время, место и обстоятельства, да, как говорится, поэтому настоятельно рекомендую обучаться и незамедлительно пробовать, ключевое пробовать, внедрять это в свой бизнес, если не получится, ничего страшного, пробуйте это еще раз, набивают все ошибки, неправильно могут выбрать нишу, но так или иначе, это не, как говорит духовный учитель, нет у тебя уже в кармане, есть такая фраза, я ее часто использую, что это значит, если вы думаете, делать или не делать, то нет у тебя уже есть, то есть если ты не сделаешь, то нет у тебя уже в кармане, то есть ты уже его имеешь, поэтому делайте, да, так имеете шанс хотя бы что-то получить, да, спасибо, наверное, на этом я закончу свой спич, да, если есть какие-то вопросы, пожалуйста. Спасибо большое, Игорь, такое впечатление, что вы прямо от и до всю модель 4.16 прям на практику переложили и полностью с каждым психотипом разобрались в своей команде, очень такой интересный опыт. У меня вот, кстати, к вам такой вопрос, да, как психотипа 2.4, я тоже психотипа 2.4, вы сказали, что 2.4 не стремятся там вокруг себя команду образовывать, да, они очень коммуникабельны, там, своя особенная манера продаж, речи, но при этом ты говоришь, что ты тоже 2.4, то есть ты не считаешь, что ты команду вокруг себя строишь или ты просто объединение какое-то создаешь? Наверное, они строятся вокруг меня. То есть я не акцентирую свое внимание на том, чтобы со мной все работали. Вот у предпринимателей есть в голове такая идея фанатичная, я хочу, чтобы были все со мной работали. чтобы все были вокруг меня. Нет, я осознал, что мне все не нужны. Мне нужны только те, кто привлекается на то, что я транслирую. Кому это откликается, go за мной, погнали. Кому не откликается, ребят, я не против. Идите погуляйте на улице, когда будет интересно, вернетесь. Все, то есть принцип простой, я иду, кто хочет за мной. Вот это лично моя какая-то такая история. А я могу прокомментировать, если вам интересно. Мы даже слушали двух лидеров, двух предпринимателей, руководителей, по факту, Михаил и Игорь. И посмотрите, даже как они рассказывали. Михаил рассказывал четко, по сути, конкретно, практично. Я пришел туда, там было вот это, я этих поменял, этих промотивировал, сделал так, и на все заработало. А Игорь нам начал рассказывать, как бы раздят корабли в бесконечных просторах предпринимательства. И поэтому как бы оба они предприниматели по мотивации, но Михаил тут же начинает управлять, менять, ставить, переставлять, договариваться, проводить переговоры с руководителем, конкретно, начинает влиять. Потому что 2.3 у них инструмент влияния, но это инструмент влияния. А 2.4 там инструмент обучения, донесения смыслов, рассказов. И поэтому Игорь, он управляет компанией, он их учит. Они приходят, он их просто учит. Им, то есть в сухом остатке у Игоря в компании работают его ученики по бизнесу. В сухом остатке. Если все это прямо упростить до одного предложения. А у Михаила работают конкретно подчиненные по бизнесу. Потому что Михаил не учит, он знает, но он конкретно делает. Так, это сюда, это сюда, это сюда. Все, он конкретно систему выстраивает. А видите, у Игоря даже такая она система, даже не управление, а это как бы система промывания предпринимательских мозгов. если как бы правильно сказать это, он просто их ну как бы внушает им что-то и эти люди, которые продают недвижимость, они почему-то хотят как бы делать это через компанию Игоря, потому что им предпринимательские идеологии работают, ценности, смыслы, они приходят туда, они там собрались, там поучились, там поучились, ну все, тут как бы потому что очень просто, 2-3 это руководитель среди предпринимателей, а 2-4 это гуру среди предпринимателей, 2-1 это исполнитель среди предпринимателей, а 2-2 это предприниматель в чистом виде. Если предприниматель в чистом виде бы создал систему как у Игоря, он бы довел бы ее, продал бы и чем-нибудь другим начал бы заниматься. Вот в чем разница. Ладно, все, мы пять копеек закончен спасибо по очень наглядный пример объясняете показываете сразу у нас есть два типа предпринимателей посмотреть кто как использовать свою природу каждодневной практики вы знаете к нам присоединился еще алексей тонких я не могу не воспользоваться этой возможностью видать ему тоже слова алексей пожалуйста включи микрофон или подними руку я выведу тебя на экран пару слов про алексей алексей сейчас вот вижу тебя давай проверим звук я пока тебя представлю алексей сейчас живет на бали семенин отец детей основатель руководитель компании pure in более девяти лет опыта построения бизнеса номер один в премиум ниши благовоний 15 сотрудников в конце года зафиксировали продажу 100 тысяч на упаковке и продал 40 процентов доли бизнеса во втором бизнесе организуют международные музыкальные фестивали в этом году проведет в седьмой раз с оркестром даже в этом году до 100 человек в команде в день мероприятия супер алексей тебе слово расскажи как на тебя повлияла модель 416 какой-то поделись своим опытом практикой применения внедрения в свою свою свой бизнес спасибо большое володь за презентацию спасибо игорю после того как игорь говорит настолько вдохновенно а михаил говорит настолько четко если я чувствую как бы с двух сторон таким прижатым а если добавить к этому что павел пообещал сертификат того кто сможет меня типировать модель 416 у меня сейчас задача как-то во всем этом с собой просто поделиться чем-то я не буду сильно много говорить я покажу немножко и наверно даже покажу видео и это будет больше обратная связь о том пространстве что ли который я попал на меня действительно очень позитивное влияние оказал и клуб парк и архообразование и не скажу что знакомство с павлом потому что мы с ним познакомились лет так 8 или 10 назад а прям вот начали взаимодействовать в этом году ну или так или иначе случилось что именно на этот год легло какое-то такое принципиальное усилие у меня нету такого структурного пока понимания 416 модели я могу сказать что я соприкасаюсь с этим и интуитивно начиная лучше чувствовать какие-то вещи я сейчас покажу вам как выглядит моя команда мне просто нравится что они такие какие они есть они все на своих местах и я не смогу в цифрах вам объяснить почему именно так но вот на уровне сердца вместе с тем знанием которым не дали я чувствую что это прям те кто должны были быть здесь вот так мы выглядели где-то еще два месяца назад сейчас я покажу одну фотографию с момента зум звонка на который мы пригласили еще четырех не пригласили они проявили интерес и четыре владельца появились наши компании которые купили 40 процентов доли в бизнесе вот это был тот знаменательный момент здесь важно сказать что михаил загуменов павел молчанов и григорий трощи это резиденты арха бизнес клуба при этом все они проходили обучение у павла ковалевского и в общем как то вот так оно все сошлось звезды сошлись на почве этого знания знаете золотое сечение разных людей и мы объединили свои силы сейчас для того чтобы сделать следующий шаг по сути в международный бизнес мы хотим дальше идти вот я прям в восторге видео этих людей я очень верю и надеюсь что нам получится выйти на следующий уровень вот а так это ну можете как-нибудь посмотреть на досуге действительно очень вкусно ароматно прекрасно бренд для создания лучших состояний вашей жизни purin.ru и то чем мне хочется поделиться что на мой взгляд было бы ценно это то что год как существует архобизнес клуб я помогаю в роли координатора Михаил Симаков у нас руководители вот будучи двойкой ему вот такими восьмерками мы уже прошли самые разные этапы того чтобы сонастроиться с разными настроениями в которых нам приходили предприниматели в том числе в поиске свои какой-то уникальные четкие понятные ниши где нам самим комфортно где мы естественно где мы целостно в том что мы делаем и где это также находит отклик у единомышленников и я позволю себе сейчас сделать одну по моим меркам непрофессиональную вещь но мне убедили что я могу себе это позволить непрофессионально потому что у меня образование магистратура в лондоне в университете по продюсированию кино и я ну то есть для меня это сейчас знаете вот прям я пережитать буду внутри небольшое насилие но потому что там есть несколько кадров которые служат как бы заглушкой то есть там появится графика какие-то правильные слова но сам но само само видео пятиминутное очень хорошее для того чтобы передать настроение нового времени я вижу как появляется все больше предпринимателей которые реально активны на поприще предпринимательском в том числе на поприще благотворительности при этом они очень сильны духовно и вот на этом стыке этих двух миров если хотите материального духовного появился сейчас от бизнес-клуб и мне повезло участвовать в этом и помогать коммуникации координации этого поэтому это то что мне очень дорого я хочу этим поделиться с вами волотя можешь пожалуйста вывести и прошу вас пока еще человек с эго мне будет болезненно помидоры воспринять по поводу кадров со словом графика на все остальное можете смотреть идеально а на эти вещи на фокусник вам показал пару пару вещей как как потом возникает магия волой покажешь да там важно когда будешь нажимать на разделить экран в левом нижнем углу галочку поставить чтобы звук был активный при разделении экрана скажите видно ли мой экран алексей там видно хорошо да важно чтобы звук был вы когда-нибудь задумывались что самолет поднимается ввысь ложась на сопротивление воздуха вы наверняка множество раз видели подтверждение что ваши мышцы крепнут благодаря многократному усилию а все лучшие качества такие как решимость терпение ответственность падают не как снег на голову а через преодоление ситуаций где они приходят к нам как награда кажется у предпринимателя сейчас есть все поводы если не загрустить то уж точно запереживать а с другой стороны давайте на чистоту а когда было иначе в разрезе хотя бы последних пяти лет тогда справлялись и тут справимся но не одни и мы сегодня об этом о клубе осознанных предпринимателей благотворителей сильных сбалансированных духовных личностей которые в ключевой момент сгруппировались чтобы их был уже не сломить и знаменательный здесь как сами резиденты так и общение которое проистекает между ними и высокие смыслы клуба создание новой экономики всеобщего процветания и развития само название клуба арха взято из древнего могущественного языка и несет в себе этот глубинный смысл процветания успеха щедрости баланса между духовным и материальным а арха модель помогает резидентам выстроить процветающий бизнес на основе тонких законов в себе в рамках арха клуба вы можете общаться с людьми которые во первых хотят увеличить свой доход оставаясь в гармонии с высокими идеалами во вторых находятся в состоянии изобилия и ищут возможность поделиться с миром своим видением знаниями опытом третьих хотят сделать успешный бизнес на основе духовно-нравственных принципов и в четвертых перенимают опыт от успешных духовных предпринимателей реализованных в бизнесе а еще арха клуб поможет найти себе клиентов партнеров и инвесторов найти наставника и учителя осознать свою природу миссию и продукт избежать ошибок используя опыт сообщества найти уникальных экспертов быть богатым и счастливым творя благо в этом мире в рамках арха клуба мы применяем целый ряд полезных инструментов которые позволяют узнавать глубже друг друга и обмениваться опытом на самых разных уровнях так вы можете участвовать в наших советах директоров коллегиях проводимые по международному стандарту участвовать в мастер-майнд-сессии и еще разных других форматах суть которых польза польза и еще раз польза какие критерии мы предпринимаем самый минимум который должен быть у предпринимателя это бизнес с оборотом от 10 миллионов рублей личный доход от 200 тысяч в месяц и наличие пяти сотрудников в штате однако если вы чувствуете что вам откликается все что мы рассказали но вы пока в начале своего пути или у вас трудный период в бизнесе и вы не соответствуете каким-либо из этих требований то у нас есть light версия нашего клубного комьюнити который по-прежнему будет доступен для вас узнать детали вступительного и ежеквартального взносов для участия в клубе вы можете оставив заявку на сайте конечно же это далеко не все ведь мы еще организуем конференции в горах форумы в разных уголках мира включая дубай лондон москву участвуем в гонках героев бываем друг у друга на свадьбах ну и дальше этот список можно продолжать бесконечно потому что жизнь в общении с хорошими людьми рождает все нарастающие потоки идей и творчество похоже что вы досмотрели до конца это добрый знак теперь самое время поверить себе и открыть мир в новом окружении чтобы продолжать двигаться к своей цели вместе с единомышленник про которых вы слышали но боялись поверить что они есть они рядом и ты один из них один из нас наверное для кого-то вдохновляюще но мне сложно было друзья я просто живой человек тоже отлично меня это сложно было но предложили поделиться этим как если с друзьями поэтому не судите строго ту часть где была заглушка со словом графика у меня правда немножко притормаживал но мне кажется само настроение и звук они передали то состояние мы находимся последний год еще волос я не хочу долго держать микрофон не очень радостно видеть столько лиц удивительных буду рад каком-то общении будущем супер спасибо тебе алексей за презентацию нашего совместного пространства артха ну что друзья думаю мы можем перейти к сессии ответов и вопросов вопросов и ответов пожалуйста если у вас есть вопросы по теме сегодняшнего винара кому-либо из руководителей либо к эксперту вы можете сейчас эти вопросы задать в чат мы у нас есть еще какое-то выделенное время их разобрать пока я полистаю наш чат посмотрю какие вопросы уже были заданы да есть вопрос как определить свой свою природу свой психотип да это вопрос обучение сейчас за пять минут не получится точно но основная природа основной психотип это врожденная мотивация человек и человек иногда и осознает иногда не осознает и у исполнителей мотивация это стабильность безопасность надежность и жизнь в защищенном пространстве стабильным предприниматели мотивация это достичь процветания экономического то есть было больше больше денег больше ресурсов также расширение коммуникации и наслаждения предприниматели они двоечки не самые кайфушечники жизни в норме в норме есть варианты гопсека да но так себе вариант воины руководители это желание личного первенства собственной значимости желание быть в центре и желание контролировать пространство вокруг понятно что любая мотивация она может быть применена эгоистично эльтруистично как служение как загребание под себе тебе но все равно она фундаментально такая мотивация творца это быть носителем культурно-нравственных моральных духовных либо интеллектуальных ценностей и эти ценности ну и как бы возвышать сознание но это уже не мотивация это быть носителем мотивация творца обладать каким-то над материальным состоянием либо знание вот и если люди на самом деле честно задают вопрос чего же на самом деле хочу или найдут себе эту мотивацию что все-таки глубоко внутри я действую из этой точки отсчета из этой точки координат это все во мне есть но просто я это либо вижу либо не вижу но если я это вижу я могу с этим правильно работать адекватно работать я могу этим управлять я знаю свои сильные свои слабые стороны а дополнительные психотип это инструмент реализации этой мотивации и он такой же дублирующий то есть мы сейчас не будем в это углубляться но для того чтобы научиться более или менее нормально определять людей до нужна практика нужно больше знания у нас есть алгоритмы схемы шаблоны методологии прям большая хорошая наука которую нужно осваивать как вождение автомобиля теория и практика вождение автомобиля сколько учиться в автошколе три месяца но у нас полтора есть желающие задать вопрос микрофон юлия исаева давайте начнем с вас можете включить микрофон включила микрофон добрый день спасибо большое за встречу очень интересно павел у меня к вам вопрос могли бы вы как-то вкратце поделиться вот истории как у вас это все распаковалось ну потому что да само знание мне известно да вот про четыре варные а как вы смогли это перенести на такой вот современный язык и может быть вас там руководство старших каких-то было и создали методологию и так далее то есть как это у вас спасибо вопрос очень приятно потому что достигший успеха воины руководители начинают мемуар писать как я прошел сложный тернистый путь с самого низа до самого верха где я встречается пять раз в одной строчке если хотите к себе расположить воина руководителя задавайте такие вопросы он вас все сделается просто так все бесплатно вот на самом деле я сам по природе три-четыре вот я тоже думал что я четыре то есть я думал что я творец потому что там лекции читал типа самым умным был но когда вспомнил что у меня три ножевых ранения что занимался боксом иметь стрелял бегал вот понял что так себе конечно я отстраненный мудрец с натяжкой когда вот но идея заключалась в том что я пришел в духовную традицию соприкоснулся с этим знанием и как три-четыре начал видеть почему что-то работает хорошо что-то работает плохо и мне хотелось улучшить то пространство где находился с точки зрения правильного управления но я понял что там материальные инструменты туда не подходят да какие-то бизнесовые обычно там по другим законам все сложено я начал эту науку изучать и у меня вопросов было больше чем ответов я просто общался с более мудрыми людьми в основном творцами и каждый мне давал какую-то свою реализацию я собирал по крупицам это много лет а потом только когда эта практика стала наверное 2016-15 туда где-то 17 я начал уже практиковать это на людях перевел на обычный язык начал больше наблюдать за компаниями у меня самого есть опыт управления в религиозных организациях и в бизнесе вот и потом уже конкретно прям активно начал это применять на бизнес и на управление где-то там лет наверное 7 назад разная степень интенсивности перевел это все на обычный язык и понял что это изначально самая совершенная система ведического психотипирования а когда туда а когда я многие процессы объяснил еще с точки зрения астрологии нумерологии детали нюансы все стали на свои места интересно а под типы это тоже как бы из ведического было из ведического из ведического однажды я непоникой понял что и четыре типа есть я не мог понять как же это ну мало вот этот тип он малым мало информации как бы всех не пишешь в одну парадигму всех не впишешь вот в одну модель определенную и потом один духовный человек начал вопросы задавать как правило слышал вопрос ответы но вот на тему как коллег написал нам да что в нашу эпоху все смешано ничего не разобраться как бы так далее правило в девяносто пяти процентах я такие ответы слышал понятно что ними не удовлетворяли потому что конкретно комментариях мудрецов на ведические писания тогда но как некоторая идея да но все равно там много четких рекомендаций есть это должно работать на практике а на практике это не работает и один мудрец мне говорит слушай так есть же четыре разных воина четыре разных творца четыре разных предпринимателей четыре разных воинов исполнителей и пошел все он бросил мне так и пошел и у меня бам просто все инсайд залетел и я тогда начал десятками сотнями людей наблюдать записывать собирать статистику выявлять при вы мне такая въедливая природа выявлять алгоритмы наблюдать делать выводы и вот так после этого инсайта у меня уже пошел как бы активный научный процесс я просто социологическое политологическое образование как производить такие социальные исследования мне нравится одна из них природ вот и и потом уже когда я увидел закономерности что это работает тогда я уже прям начал оказывать услуги сначала бесплатно потом платно и набираться опыта и чем больше я консультирую людей как лично так и компании чем больше я обучаю тем больше я убеждаюсь что это все очень четко филигранно работает с некоторыми исключениями но исключение даже есть русском языке и исключение не опровергают правила она только подчеркивает что правило это живой живой процесс это не догма спасибо пожалуйста вячеслав шевцов ваш вопрос добрый день очень трогаете ну как вас назвать друзья что ли мне откликнулась все что сказал михаил игорь с павлом мы знакомы давно приветствую вас и тот богатый опыт который мне хотелось бы применить вы можете мне сегодня помочь я сам являюсь председатель правления пищи жизни беларуси минске и вот я не мог не пропустить не мог пропустить вашу вот вот эту встречу потому что очень актуально у меня работает ну такая небольшая команда можно сказать семейная и нужно передать в большое общество как вот говорили предприниматель он мечтает передать свой бизнес и потом наблюдать как он работает потому что есть потребность в расширении деятельности и если вдруг это не получится то многие голодные люди останутся без пищи который мы их даем вот и у меня такой вот вопрос как вот говорил михаил мы потом узнаем когда уже все сделали узнаем какое-то знание которое может помочь так меня вот просто практический вопрос чтобы вы посоветовали потому что я вот еще не знаю какой у меня психотип до конца но есть такое желание ну развивать эту благотворительную программу вот именно с людьми уже которые ее хотят развивать у нас есть здесь желающие и вот это вот команда которую вот сейчас так все ну грамотно разложили ну как-то ее осуществить на практике вот в моем случае спасибо павел можно ли в этом как-то помочь или это как-то сложно дорогой числа у вас психотип явно 4 дополнительные сомневаюсь то ли 3 то ли 2 а как вам помочь вы пожалуйста найдите мой контакт и я вам лично помогу ваш контакт да в этом в артком 1 на телеграме да ну либо я сам ваш найду не переживайте но я на телеграме в артком модели да да на инстаграме да хорошо я лично ваш контакт найду не переживайте павел спасибо огромное спасибо за ваш вопрос давайте наверное последний вопрос разберем вадим потапов пожалуйста здравствуйте уважаемый павел уважаемые участники у меня вот следующий вопрос я тоже не могу конечно вся типировать и у меня возник следующий вопрос вот предприниматель он мотивируется сказали процветанием или расширением коммуникации наслаждением вот может ли такое быть что предприниматель мотивируется только расширением коммуникации к примеру процветание допустим не как деньги меня никогда не так не мотивировали вот сколько себя помню все всегда занимался стартовал какие-то проекты больше предпринимательский опыт чем какой-то на работе где-то и в иерархии также вживаясь вот и вот пытаюсь понять и может ли такое быть вообще такое быть может у человека не всегда как бы она все прям гладенько правильно работает но на самом деле деньги даже бумажки если их стопку сложить они просто радость никому не приносит кому-то приносит на тоже вряд ли нормы но сам принцип расширения тогда это двоечная история предпринимательская она расширение чего расширение коммуникации расширение деятельности это тоже двоечная история предпринимательской потому что предприниматель он объединяет людей вокруг деятельности он расширяет деятельность а воин руководитель объединяет людей вокруг своей личности и устанавливает свою личность в этом разница ключевая понял хорошо спасибо большое спасибо Вадим за ваш вопрос ну что друзья нам нужно соблюдать тайминг у нас прошло полтора часа сначала нашей встречи я думаю что сделать завершающий блок нашей встречи и расскажу про программы обучения даже Владимир а давай последнего человека премиум быстренько чтобы уже все остались удовлетворены и закончим Жауров Александр Александр чтобы все были счастливы благодарю вас ну пройдет не пройдет но спасибо прошло хотел спросить подскажите пожалуйста возможно ли что природа будет меняться к примеру основная остается а вторая природа которая идет там вот вторая цифра будет меняться в течение жизни примеру под влиянием знаний нет в под влиянием среды природа может деформироваться в этом одна из ключевых проблем человека если уже говорить про эзотерику то это природа меняется смена тела если ввести тему карте тезис кармы реинкарнации они меняют эти системы смена тела потому что писание говорится в ведических на санскрении гуна карма в дхага закона это качество кармы этот деятельность гуна это природ а какой мы рождены карма то что мы делаем это что мы делаем она не является нашей природой анна является нашим инструментом а природа является изначально и поэтому можно брать какой-то инструмент но человек рожден наиболее эффективным образом использовать какой-то ключевой инструмент он рожден это тоже определенные детерминанты поэтому лучше использовать то что есть и не менять вот короткий ответ спасибо александр за вопрос тогда давайте представлю я вижу просто вопросы в чате по поводу того как проходит обучение сколько стоит курс мы какие-то вопросы которые как раз относится к программе курса поэтому многим многие найдут ответ после презентации наших учебных программ в нашем сообществе арт у нас есть арт бизнес школа где мы собираем уникальных экспертов с уникальными знаниями таких как павел и представляем возможность обучения как читать людей в бизнесе модель 416 личная система управления коммуникации знание очень эффективно применяется бизнесе топ-менеджером как вы сегодня видели руководители предприниматели активно могут применять это знание все кто работают с наймом людей директора рекрутера и чары всем будет это максимально полезно у нас есть также бесплатный курс павла по модели 416 ссылочки я вышлю всем в рассылку вы сможете изучить основы психотипирования что такое коды мышления как это работает познакомиться более детально системой давайте поговорим про ступени у нас уже прошло потока обучение модели 416 и третьего потока мы решили разделить обучение на ступени потому что люди приходят с разным запросам будет естественно если люди будут поэтапно включаться в модель 416 первая ступень называется бизнес коммуникатор учебная программа состоит из шести занятий вы узнаете что такое психотипы особенность каждой природы узнаете тонкости нюансы визуального профайлинга то есть как определять психотип по взгляду по речи по манеры манеры речи понимая просто общение с человеком когда вы общаетесь вы просто видите какой это психотип и начинаете чувствовать эту природу на третьем уроке вы поймете как продавать и вести переговоры зная природу собеседника на четвертом уроке как эффективно управлять своими сотрудниками на пятом уроке как проводить собеседование на шестом уроке как выявить отношения на разных уровнях семья друзья партнеры руководителей сотрудники в общем то первая ступень направлена на именно основы модели 416 определение психотипов и правильной коммуникации между ними потому что мы знание 416 это максимально прикладное знание именно в первой ступени все идет про общение оставить заявку вы сможете у нас на сайте ссылочки будет в описании в нее описание в ссылке но и в описании к записи видео мы тоже поставим вторая ступень это ступень бизнес стратег уже для тех кто прошел первую ступень мы показываем как стратегически применять эти знания четыре теоретических занятий восемь практических встреч здесь практики уже гораздо больше здесь идет речь про то как отличить основную и второстепенную природу на первой ступени мы выясняем две основные природы какие у вас точно есть каких у вас точно нет то есть на первом шаге можно будет понять чем вам проще заниматься в жизни да какую модель поведения вам эффективнее выбрать там в построении команд и в продажах возможно на второй ступени это уже выясняется более детально вы понимаете как какие инструменты использовать ежедневной практике своей как распределить обязанности в команде понимая природу людей понимая их основную природу в старостепенную природу поймете как мотивировать сотрудника каждого исходя из его психотипа также мы разбираем маркетинговые стратегии под разные психотипы целевой аудитории как создавать продукты под исполнителей под предпринимателей под руководителей и творцов пятое занятие как подготовить вакансию чтобы получить нужного по психотипу сотрудника это прямо такой очень крутой лайфхак который сэкономит много сил и времени на поиск новых сотрудников и проведение собеседований что вы сразу составляете вакансию и вшиваете туда те смыслы и те ключевые слова которые реагируют определенные психотипы исполнителей а так как вы понимаете какой вам психотип сотрудника нужен вы уже заранее составляете нужную вам вакансию и тема конфликтологии как разрешать конфликты в команде почему они образуются между разными психотипами об этом тоже пойдет речь и третья ступень да есть у нас пакет ступень 1 плюс 2 со скидкой экономия 10 тысяч рублей и ступень 3 бизнеса раку уже для тех кто хочет профессионально себя посвятить модели 416 либо внедрить ее в свою профессиональную практику возможно для психологов консультирующих каких-то профессии коуч или тренеров как сделать психотипирование своей профессии будем говорить про углубленный анализ вашего бизнеса под руководством павла ковалевского разбор сложных кейсов и внедрение психотипирования свою профессию как раз о том чем я говорил здесь уже индивидуальное обучение которое происходит после собеседования и прохождения предыдущих ступеней ссылочку на этот сайт я отправлю в рассылке вы сможете зайти детально ознакомиться со всеми программами и также здесь есть доступ к бесплатному курсу где вы сможете изучить основы модели 416 и понять какие существуют психотипы и как с этого начать изучение самой модели на этом все информации я до вас доставил приятно было с вами провести сегодня время я думаю что у нас получилась очень интересная встреча наполненная реальным опытом от наших руководителей и экспертными комментариями от павла всех благодарю запись сегодня мы выложим на наш youtube канал если будут вопросы можете общаться под наше видео на задавайте их будем отвечать всем спасибо хорошего дня спасибо во время пассивы павла по силу для большинства благодарю спасибо